Яркий, сочный и богатый ассортимент овощей и фруктов из Узбекистана радует не только взор покупателей, но и их кошелек. Все это полезное многообразие теперь стоит на 100-150 тенге дешевле. Такую новость потребители давно ждали, особенно пенсионеры. Фрукты, овощи здесь мы покупаем, потому что меня устраивает, допустим, вот это все. Помидоры я выбираю и зимой, и летом. Я переворачиваю, смотрю, если сверху вот так чуть-чуть белется, допустим, вот так. Вот, если вот тут белется, я уже не беру. Потому что я знаю, разрежешь, внутри белое, белые полосы. Ну, в основном стараемся брать наши местные вот эти, непривозное. Ну, узбекского я не против товара, у них очень хороший, прекрасный товар. Не только вкусный, но и конкурентно способный узбекский товар сегодня легко соперничает с местными овощами и фруктами. Прежняя стоимость килограмма винограда из Узбекистана составляла 700 тенге, теперь 550. Еще пару недель назад килограмм персиков стоил 600 тенге, сегодня уже 400. Снизилась цена и на ташкентские абрикосы, яблоки сорта семиренко, сливы, а также помидоры и огурцы. Помидоры из Узбекистана были по 200 тенге, сейчас они стали дешевле на 50-70 тенге. Огурцы стоят в среднем 330 тенге, но скоро появятся и наши местные овощи из сайрама, а значит и цена пойдет вниз. Чем обусловлено снижение цен на товар из Узбекистана? У продавцов-перекупщиков, которых за прилавками большинство, на этот счет мнения разделились. Сейчас товар приходит из Бишкека, поэтому падает цена на узбекские овощи и фрукты. В основном из Узбекистана к нам приходят фрукты – персик, виноград, абрикос. В этом году они стали дешевле по сравнению с прошлым годом. Говорят, что таможня легкая стала проходить через таможню, то есть товар. За это меньше стала цена. Говорят, легко стала проверка, быстро пропускает, товар не портится, долго не задерживает товар. Сейчас на шымкентских базарах сезон персиков, винограда и абрикосов. В скором времени их сменят ташкентские хурма и гранат. Зарина Шарипова, Ильдар Жунистканов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!